доброе утро мои зрители здравствуйте вот такой у нас октябрьское состояние погоды но суть не в том суть в том что и по делам и для выбрасывая дим очень интересный документ который вам сейчас покажу там даже не знаю где его разложить подержу в руках документ видеть 2005 год то есть это было вполне такое интересное предложение практически когда меня выгнали завода да я как бы работал где придется и по ходу занимался тем что я люблю чем я понимаю и как бы вот это вот главное кадровая ну то есть тогда еще не было никаких звездочек не было никаких новых изобретений были только технологии алешина но по которым чувствовать что что-то вытекает но было как бы молодой задор вдохновение любовь была потому что жил я не здесь жил я в хабаровске с молодой женой в общем и в принципе была надежда да про этот сраный пути низу который вот уже 15 лет с 2003 до чего он доведет страну тогда как-то ну казалось что такой вот невозможен ужас вот кстати зарплаты какие на то время предлагал 45 то есть полторы штуки баксов 30 на производстве как бы так и все посчитано до последней копеечки то есть вот сколько детали стоит то есть какая себестоимость усилка какая блоков таких каком варианте там то есть вот ты долл какие расходы там на аренду ну к нему еще есть приложение были то есть по тем ценам это просто один у меня завалялся и стоимость усилка до ориентировочно сравните с нынешним и то что надо придумать после то есть ну кое-что уже придумано тогда это как бы это самый в общем все это сейчас помойку полетит все эти бумаги просто пыляться костер разводить уже как бы не особо ну и вопрос о том чего достигла страна за 13-15 лет можно сказать не только наша страна можно сказать чего достигла та же беларусь тоже украина тот же казахстан на выбор выбирайте любую из 15 так ну вот я пришел как бы мое это он еще тут приложение документов бомжи почитают удивляться будут сидеть как заработать 3 миллиарда баксов ой миллиард баксов за три года вот будут держать ну вы понимаете что для меня в какой-то мере это трагедия в плане как он что я нормально не реализовался в этой стране как инженер да как руководитель предприятия причем бизнес вовсе был не личный бизнес предполагал введение в него большого количества людей можно сказать земляков соотечественников развития производства то есть не такое шкурное что тащить все на себя как как московский хайл какой-то сравнить он предполагал выпуск доступны для народа по ценам продукции ну собственно к вопросу почему я крест поставил за на этом все то сейчас это все у меня уже хобби абсолютно и поэтому то что я вот последняя закидываю да вот сейчас будет еще в кино может с усилком с одним ну это как бы практически то же самое с этими документами то есть эпоха прошла люди скурвились люди разбежались кто-то умер из торпюров которые выгоняли с меня с завода жена предала ну все нормально лучше как у всех пользу как у всех в этой стране поэтому вот такие пироги так что не грустите хорошего звука не будет еще долго в этой стране и вообще видимо это карма . а может просто в нем что то есть такое мистическое в звуки в этих божественных мелодиях которые вдруг звучат абсолютно по другому на этой технике что просто темным силам всяким упырям не дает возможности с нами сосуществовать в этом пространстве на временном континууме одновременно будет совесть будет божественную искру и это все вот этой системе конечно мерзкой она поперек горло колом поэтому она плющит уничтожает все красивое подменяет историю ну не в первый раз вот это на этой земле такое происходит вы меня понимаете у меня непростой форум был непростой канал и жизнь тоже непростая спасибо за внимание о как они красиво прям в тему стартанули вот пожалуй на этом и закончим на этой стаи голубины День 4 День 4 Воспитании Большое